Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. С этим прицепом путешествовать ну как бы и нельзя в России, потому что он большой, на него не дадут СБКТС. А значит, соответственно, вы не получите на этот прицеп паспорт транспортного средства. Но кто сказал, что в этом прицепе нельзя жить? Конечно же можно, никто вам не запретит. Да и перевозить этот прицеп с места на место тоже можно. Получите в ГИБДД разовое разрешение и перевозите его. Без проблем, никто не скажет слова, просто нужно получить разрешение в ГИБДД. Но если вы владелец участка где-нибудь там на Черном море, на озере, в живописном месте, или взяли в аренду этот участок, посмотрите, что вам дешевле. Строить дачу, получать курс разрешения на газ, на канализацию, на электричество, проводить этот газ, канализацию, электричество, если их там нет. Можно тратить огромные деньги или просто купить, поставить, надоест, перевезти в другое место, в другом, в общем, раз в год или раз в полгода его перемещать с места на место. Это целая огромная вилла. И получается она дешевле, чем построить такую же стационарную виллу и быть привязанным к одному месту. А этот дом можно перевезти в другое. Вот здесь надоело, перевезите в другое место на следующий год, и там он будет стоять, и никто вам слова не скажет. Это, конечно, очень хорошее решение, и о нем нам подсказали сами наши клиенты. Они попросили снять видеообзор вот именно на такие огромные прицепы с балконами, с многокомнатными, многоуровневыми, у которых системы, внутренние системы автономного питания, свои системы канализации. Кстати, можно рядом вырыть септик, небольшую яму, сделать специальный короб, подвезти туда вот эту гофрированную трубу. Вот, пожалуйста, готовая канализация. И вполне себе так ничего, скажем так. Ну, а электроэнергия, пожалуйста, солнечные батареи, у вас будет электроэнергия. В общем, классная штука для людей, купивших себе участок, где-нибудь там на море или взявших, или тех, кто взял себе в аренду участок в интересных живописных местах. Вещь классная. И давайте посмотрим, что эта вилла представляет из себя внутри. Этот как раз дом на колесах предназначен для тех, кто редко переезжает с места на место, но переезжает. И привык к разнообразию. Он терпеть не может однообразие. Знаете, как там все деньги вложил, купил квартиру, где-то на море в Геленджике, всю жизнь привязан к этому Геленджику. А здесь все-таки вы можете его ставить там, где вы хотите. Пошли посмотрим, что он из себя представляет внутри. Этот дом на колесах называется FASIAN 424. У него есть все. Во-первых, он сам огромный. Во-вторых, у него система выравнивания автоматическая. Вот она, видите, видны где, вот эти лапы, как у него входа. У него генератор бортовой. У него система жизнеобеспечения. Баки с водой. Солнечные батареи. У него ступеньки, да, видите, для входа в спальню. Вот такая вот спальня огромная. Она впереди прицепа на таком возвышении. Мебель из натурального дерева. Гардероб. Вот она, кстати, в слайдере, видите, в небольшом. Дальше у хозяев этого прицепа свой отдельный душ, туалет, раковина. Вот в другой двери видно то же самое. Хозяева этого прицепа могут отделиться от всех, оставив душ, туалет и раковину для себя. А могут, наоборот, полностью отделиться и оставить вот это помещение туалетное для гостей или для людей, которые тоже вместе с ними живут в этом прицепе. Для родственников, для детей и так далее. Вот этот вот большой диван. Напротив большого дивана вот такой вот телевизор. Бар со своими, видите, сиденьями. Балкон, через который, кстати, я зашел. Стеклянная дверь. Ну, я не знаю, вот это вот такая вот кухня. Я первый раз в жизни вижу такую вот невероятно огромную кухню, выполненную вот в каком-то таком интересном стиле. Я даже не знаю, в каком. Ну, в ваш мурашке по спине. Вот стоит ли строить что-либо, когда вот уже есть вот такое большое готовое, в котором есть все автономные системы жизнеобеспечения. Я просто приехал, поставил. Я еще раз повторяю, на этом прицепе нельзя путешествовать. Так как мы путешествовали. Но переехать с места на место, получив разрешение от ГИБДД, можно. Вам его дадут. И, пожалуйста, поставьте там знаки слева, справа, что негабаритное транспортное средство. И, пожалуйста, вот хайр, холодильник, компрессорный, американский. Вот здесь вот обычное помещение для холодного, холодное вот это вот, скажем так, место, да, ну, просто там плюс 3, плюс 5, плюс 7, это не морозильник. А внизу морозильники. Причем в левом помещении задается своя температура морозильной камеры, а здесь задается другая температура морозильной камеры, ту, которую вы сами себе пожелаете поставить. Микроволновка огромная, печка, гриль. Вот, кстати, следующая комната этого дворца, которая отделена вот такой вот стеклянной дверью. А здесь у нас что? Здесь у нас... Ага! Здесь у нас лестница спрятана. Ну, не будем ее доставать. Вот в этой комнате свой собственный телевизор и вот автоматически опускаемая кровать. Автоматически опускаемая кровать. Причем наверху спят люди. И вот здесь тоже выдвигаются такие вот элементы мебели, которые могут быть как кроватью, так и диваном для отдыха. И здесь у нас балкон, еще один, второй, со стеклянными дверями. Ну, представьте, вот здесь сделать бассейн на вашем участке, да? И этот балкон использовать как вышку для ныряния вот в этот бассейн. Потрясающе, слушайте. И вы знаете, нет никакой заморочки со строительством. Просто привезли, поставили, и вот вам готовая вилла. Очень удобно для тех, кто арендует земельные участки. Вот арендовали на два года, поставили, постояли. Потом арендовали в другом месте, тоже переехали, поставили. И вот это вот чудо все стоит. И вот, кстати, здесь маркиза Тули закрывает этот балкон. И вот в этом балконе все время создается тень. Давайте посмотрим, что за этой дверью. А вот это вот у нас туалет. Кстати, вот эта штуковина может служить для трапа, чтобы загнать сюда какую-нибудь квадроцикл. Ну, когда вы переезжаете. Но в данном случае, мне кажется, это не актуально, потому что этот прицеп не предназначен в России для таких путешествий. Этот прицеп предназначен для того, чтобы вот поставить где-то и стоять там год, полтора, два, а потом переехать в другое место. Давайте еще раз пройдем по вот этому чуду. Камин. Камин. Кому-то холодно. Значит, вот этот камин, это, ну, по сути, это обогреватель. Но он выполнен в таком стиле, где делается такой эффект огня. Как бы вот можно смотреть на этот огонь. На самом деле, это не сам огонь, а эффект этого огня. Естественно, натуральное дерево. И посмотрите, какие высокие потолки, огромные. А, кстати, вон еще одно спальное место. Это для гостей. Антресоль. Антресоль, где можно спать. Давайте посчитаем, сколько здесь спальных мест. Два туалета. Четыре, нет, два туалета. Раз, два, три. Три комнаты. Огромная кухня. Не знаю. Итак, считаем, сколько здесь спальных мест. Раз, два. Здесь, наверное, три-четыре, потому что это раскладывается. В этом помещении вверху пять-шесть, если это считать двуспальной кроватью. Тут семь-восемь. Девять-десять, потому что это двуспальные кровати, по сути. И здесь, если использовать эту антресоль, то одиннадцать-двенадцать. И вот как раз вот эта лестница, вот здесь она прячется, вот как раз эта лестница для того, чтобы залазить на эту антресоль. Вот такой вот прицеп вилла, который можно использовать в России для того, чтобы устанавливать на участок. Это будет, наверное, дешевле, чем строить собственный дом. И самое главное, это будет мобильней и разнообразней. Потому что вам надоест какое-то одно место. И вы можете переехать и перевести этот прицеп в другое место. Получив разрешение в ГИБДД, для того, чтобы использовать на дорогах общего пользования негабаритные транспортные средства. Это возможно. Если у вас возникли вопросы по этому прицепу, мой телефон 8-918-487-5079. Звоните, я отвечу на все ваши вопросы. Компания Домвдорогу, наш сайт домвдорогу.ру С нами интересно. Это есть максимальная. Да, это есть максимальная. А вот здесь много мотивации, но сначала все из дерева сделано. В общем, именно камень. Вы должны получать от этого кайф.